Мороз и солнце день чудесный. Так на крайнем севере с поправкой на солнце, которая светит далеко не всегда, можно сказать от 240 дня к году. Зима здесь длится почти 8 месяцев, поэтому и средняя годовая температура отрицательная. В Ямбурге, например, она, согласно информации сайта климатических данных, составляет минус 9,5 градусов. В Новозаполярном около 8 мороза, в Новом Уренгое 7,4 градуса ниже нуля. Самые холодные месяцы года, когда столбики термометров опускаются ниже 40 и даже ниже 50 градусов, еще и самые темные. У коренных жителей Севера адаптационный механизм к жизни в таких условиях заложен в генах. А вот приезжим к долгим периодам холода и полярной ночи приходится приспосабливаться. В «Газпром-добыче Ямбург» деятельность многих сотрудников сопряжена с длительным пребыванием на улице. Например, маркшейдеры проводят в поле почти половину рабочего времени, независимо от сезона. Сегодня мы выполняем типовую работу по нивелировке свайных оснований за проводы шлейфа для составления проекта ремонта. Вот именно вот такая работа проводится только в зимний период, потому что шлейф проходит по тундре, в основном по заболоченной местности. Летом мы по ним просто не можем пройти. А сколько времени приходится проводить на улице? Порой приходится весь световой день проходить, пока позволяют условия, так сказать, внешние. Можно сказать, что вы привыкли к холодам? Привыкли к морозам, что можно вообще к ним привыкнуть? Конечно, человек привыкает ко всему. Тем, кто ходит с отражателем вдоль шлейфа теплее, они хоть двигаются. Сложнее приходится стоящему за прибором. Леха, наша труба ближняя к тебе. У вас что в первую очередь мерзнет? Вы по себе, как вы чувствуете ход? Руки. Руки, потому что приходится управлять тахеометром. И, к примеру, в каких-то там, ну, как меховых рукавицах это делать проблематично. Поэтому приходится перчатки одевать. И в перчатках. Ну, а, соответственно, руки поднимаются вверх, как бы кровоток, соответственно, уходит от рук. И поэтому они как начинают мерзнуть. Ну, спасаешься вот такими движениями, стряской, так сказать, гравитация делает свое дело. Вопреки законам гравитации, кровь в нижних конечностях, мороз, тоже начинает хуже циркулировать. И если обуться не по погоде, то хоть чечетку отбивай. Средства индивидуальной защиты с головы до пят должны соответствовать погоде. Самое теплое, что нам выдают, это, конечно, валенки. Но в них не всегда удобно. И вот сейчас, потому что тепло относительно, я вот одел такие топеры. Тоже как альтернатива валенкам. Но хотя бы до минус 10-15 они держат. И ходить в них гораздо удобнее. В валенках удобнее стоять за прибором. Это факт. Многослойность – самый актуальный тренд в одежде на севере. Когда одежды много, между ней создаются воздушные прослойки, отлично удерживающие тепло. Термобельем, пара свитеров, нижние и верхние штаны, обычные и шерстяные носки. Чтобы не обморозить пальцы рук, можно надеть два вида перчаток или варежек. Открытые части тела от холода помогут защитить специальные крема и маски. И стоит отказаться от металлических, в том числе золотых и серебряных украшений в мороз. Во-первых, они могут болезненно прилипнуть к коже. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Сибиряк не тот, кто не боится. А в морозах тепло одевается. Этот рецепт на все времена – единственный рецепт. Ну и, конечно, сильных подвигов тоже не надо. Там в минус 45, там в минус 50. Ну, как бы, ну, никто никого не гонит. То есть это уже, ну, актированные дни считаются. Суровость погоды в северных широтах определяется больше скоростью ветра, чем температурой. Поэтому, согласно приказу постановлению по обществу «Газпромдобыча Ямбург», в безветренную погоду на открытом воздухе трудиться можно до минус 42 градусов. Предельно допустимая температура при ветре 5-10 метров в секунду – минус 38. При 11-16 – минус 30. Если сила ветра достигает 17 метров в секунду, прекращаются любые работы на улице. Исключение составляют аварийно-восстановительные и ремонтные работы, направленные на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Нормы нормами, но смотреть нужно по самочувствию. Каждый организм индивидуален. Ослабленный иммунитет, физическое переутомление, голод, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы повышают риск обморожения. Почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей? Заметили, что у коллеги побелели нос и щеки? Сделайте 10-минутный перерыв. Зайдите в отапливаемое помещение или машину, выпейте теплый чай. Трудовые подвиги ценой здоровья никому не нужны. Чем чревато долгое нахождение на холодном воздухе? В воздействии холода низких температур у человека вообще проявляется обычно либо общим замерзанием, либо отморожением. Отморожение – это повреждение тканей в результате воздействия низких температур. Общее замерзание – долгое нахождение на холодном воздухе, отслежение температуры тела вследствие этого ниже 35 градусов Цельсия, в результате чего замедляется сердечная деятельность, замедляется дыхание, замедляется обмен веществ. Это может привести к обморожению в том числе? В том числе, потому что человек в результате теряет сознание и может просто погибнуть, может привести к летальному исходу, если мне оказать помощь. Что в первую очередь подвержено обморожению и как это можно обнаружить? В первую очередь у нас обмораживаются нос, уши, щеки, то есть открытые части тела, также стопы и кисти. Человек чувствует сначала холод, потом легкое покалывание, может быть, сжение, и потом наступает стадия онемения. Это стадия, когда человек не чувствует боль и нет вообще никакой чувствительности в пораженном органе. Это стадия самая опасная, потому что поражение может быть достаточно глубоким. Хорошо, я не чувствую руки, что мы делаем? В первую очередь в теплое помещение, после этого мы накладываем термоизолирующие повязки. Растирать ни в коем случае нельзя. Вообще, после того, как мы привели человека в теплое помещение, сначала мы оценим его общее состояние. Смотрим его кожные покровы, наличие дыхания, сердцебиение. Если человек в сознании, если он с вами общается, но есть какие-то признаки отморожения, такие, как сухая холодная кожа, бледность кожи, скажем, в данном случае кисти, то тогда мы делаем повязочку термоизолирующую, так называемую. Плотно обкладывается пострадавшая конечность салфетками. Если это произошло где-то в быту, в каких-то других условиях, можно использовать любую ткань, теплую. Обязательно прокладываются промежутки между пальцами. Для чего ее делать? Почему надо? Чтобы конечность как можно меньше сообщалась с внешним теплым воздухом, пострадавшая отмороженная конечность. Потому что логически кажется, что надо ее в тепло, чтобы она отогрелась. А вот как раз, вы понимаете, существует такое понятие, как эффект мороженого мяса. Вот любая хозяйка представляет, если из морозилки достать мясо и опустить его под горячую воду, что с ним произойдет, внутри оно останется мёзлым, а снаружи появится просто пленка. Это пленочка. Это будет наша поврежденная кожа как-то. То есть мы очень сильно усугубим травму. После того, как мы наложили вот такое, может быть, не очень красивое, вот такое вот повязочек, обязательно какой-то герметизирующий материал. Это может быть, в данном случае, просто можем надеть целлофановый пакет, может быть, вращенная бумага, фольга, что угодно. Но очень важно просто, чтобы воздух не соприкасался. После того, как мы накрыли целлофаном, мы накладываем, вот в данном случае это вата, это может быть шерстяной шарф, платок, шаль. По-другому эта повязка еще называется футлярная повязка. То есть мы сделаем изоляцию от тепла, поскольку нам очень важно, чтобы конечность поврежденная согревалась током крови изнутри, а не снаружи какими-то внешними факторами. И в таком виде остаемся от 6 до 24 часов. То есть едем в травмпункт, едем в больницу. Едем, да, в ближайшее лечебное учреждение. Оказывать помощь пациентам с холодовыми травмами за время работы в медико-санитарной части Ямбурга Виктору Клюеву не приходилось. Он связывает это с соблюдением работниками «Газпромдобычи Ямбург» личных мер безопасности и выполнением требований охраны труда. Поражение холодом человека, человеческого организма коварно тем, что изначально непонятно, насколько глубоко и насколько выражено повреждение. Медицинская помощь нужна во всех случаях отморожения при постановке диагноза. Первая, вторая степени отморожения считаются поверхностными. Третья и четвертая степени отморожения считаются наиболее тяжелыми. Они относятся к категории глубоких. То есть они приводят, как правило, к потере сегментов конечностей и, соответственно, к утрате той или иной степени трудоспособности временно либо постоянно. Что-то вы легко одеты сегодня. Да мне только до машины добежать, не замерзну. Наверняка и вы были свидетелями подобных диалогов. А может сами опрометчиво выбегали из дома зимой налегке. Только вот кто может гарантировать, что транспорт пути не заглохнет или не попадет в аварию? А что, если это произойдет где-то вдали от населенного пункта? Спасибо. Ямбург, Новый Оренгое, Новозаполярный разделяет сотни километров практически голой тундры. Автомобильный трафик на трассах небольшой. Объекты на месторождениях тоже находятся на значительном расстоянии. В случае, что в дороге, подмогу придется ждать какое-то время. 18 декабря в прошлом году на трассе город Новый Оренгое, поселок Ямбург, случилось ДТП. УАЗик выехал на стрельшую полосу и произошло столкновение с нашим автобусом. После ДТП у нас автобус заглох, стекло лобовое было разбито, была очень такая солидная дырка. Мне пришлось тряпками затыкать это стекло, чтобы автобус не выдувало быстро. На улице было минус 20 и с хорошим ветром. Пассажиры вели себя очень здорово, грамотно, четко, все поняли ситуацию сразу, никаких паники, ничего. Все сразу встали, оделись. Слава Богу, у нас все без травм произошло. Все, и мы дожидались так вот вахтовки, которые приехали через час. От многих непредвиденных обстоятельств на зимней дороге спасает подготовка транспортных средств, инфраструктуры и водителей к работе в холодный период года. Кроме того, в зимних условиях каждое утро выезжает сотрудник отдела безопасности дорожного движения для обследования дорожных условий. После этого составляется акт, если необходима обработка песком или расчистка заносов, которые есть на пути следования нашего транспорта. Сообщается подрядная организация, которая отвечает за содержание дорог. Они устраняют данные недостатки. В этом году 60 водителей «Газпромдобычи Ямбург», занятых перевозкой людей и опасных грузов, прошли обучение защитному вождению. Защитное вождение – это имеется в виду то, что водитель может попасть в экстремальные условия, как ему из этих экстремальных условий выйти, как соблюдать скоростной режим, как вести себя на скользкой дороге при заносах. И поведение водителя за рулем смотрит инструктор. То есть все нюансы обсуждаются и водителю даются какие-то рекомендации. Осторожно, скользко. Это предупреждение для пешеходов актуально большую часть года. Зимой риск падения значительно возрастает. Чтобы избежать серьезных травм, достаточно соблюдать ключевые правила безопасности. Они предписывают не отвлекаться во время передвижения, не держать руки в карманах, пользоваться поручнями на лестнице. И сезонные рекомендации, такие как носить обувь с ребристой подошвой, ходить по посыпанным песком дорожкам, а на необработанных скользких участках – аккуратно небольшими шагами. И обязательно, входя в помещение, не забывать стряхивать снег с обуви. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. «Предупрежден – значит вооружен», – гласит древнее латинское выражение. Зима не сваливается, как снег на голову. Все мы знаем о ее приходе. Знаем о ее холодном сердце и скользком характере. А значит, имеем возможность во всеоружии встретить все неприятности и сложности, которые она несет. Нелли Харудинова, Денис Курдаков, Кирилл Мамонов, Ямбург.